Не пахнет, что мы сойдемся опять снова. А все, если такое мышление, вы уже проиграли судьбе. Потому что существуют правила, которые мы должны знать. Если мы не знаем эти правила, нет смысла жить даже. Правило в отношениях номер один. Бог всегда хочет, чтобы люди были вместе, потому что не они сами находят друг друга, а Он их держит. Вот эти ниточки между людьми, которые существуют, они Богом держатся, и Он вкладывает свою энергию, чтобы люди были вместе. И если Бог дал человека, значит точно надо стараться изо всех сил быть вместе. А если не получилось, и вы старались, то Бог прощает. А если у вас неправильное мышление, вы думаете, может быть не надо, значит тогда все, значит вы будете наказаны. Вы просто не знаете закона. Закон такой, пожили вместе какое-то время, значит надо стремиться дальше. А причина, почему нам плохо, мы не знаем, как правильно. Ну представьте, допустим, человек покушал, у него понос. И он думает, наверное, не надо кушать. И он перестал кушать. Это нормальное мышление? Нормально? Нет. Вот здесь видите, у нас срабатывает знание правила, что надо всегда кушать. Так? Но бывают люди, которые забывают, что надо кушать или нет? Бывают такие люди. Это болезнь, психическая болезнь. Но в некоторых зонах Господь не дает такого знания, чтобы мы учились Ему. Потому что Он нам дает зону роста. Вот допустим, мы детей бросаем? Нет. Ну то есть ребенок есть, надо, чтобы он был рядом. Мы не бросаем детей. Вы говорите, ну он же это наш ребенок. Но бывает, люди берут на воспитание, они все равно их не бросают. Детей не бросают. Маму бросаем? Папу бросаем? Нет. Маму бросаем? А? Папу бросаем. Бывает иногда. Но редко. Редко. Это все равно исключение. Вот. Ну а мужа и жену бросают на каждом шагу. Так? Почему? Потому что это зона роста. Бог нам показывает, чтобы мы сами делали выводы. Пытались разобраться. Но все равно правило такое же. Надо сохранить человек. Понимаете? Есть зоны, есть места, где нам не дает Бог рассуждать. Вот допустим, представьте себе парадоксальное мышление. Палец загнил. Вы приходите доктору. Отлечьте, пожалуйста. Не мешает. Он гниет. Кто-нибудь так думает вообще или нет? Или допустим, зуб заболел. Вытерните, пожалуйста, чтобы он не болел. Это тупое мышление, правда? Но вышвырнуть мужа из своей жизни или человека, с которым ты живешь, это нормально. Ну почему ребенка не вышвыриваем, папу, маму не вышвыриваем, зуб не вышвыриваем, палец не отрезаем, а здесь нормально? Потому что Бог нам дал возможность здесь шевелить мозгами, но почему-то они не шевелятся. И вы говорите, я не знаю, надо нам вместе или нет, значит все. Дальше говорить не о чем. Потому что если когда действует жестокая судьба, а она действует на вас, и вас она разлучает, и вы при этом лапки сложили. Это значит, что не о чем говорить дальше. Или вы пытаетесь вернуть со всех сил человека, и тогда Бог будет благодарен вам, и как бы вы сдадите свои экзамены. Или дальше о чем нам с вами разговаривать? Потому что если вы не будете пытаться его вернуть, вы будете наказаны Богом, и Бог вам не даст следующего человека. Как одна девушка меня спрашивает, говорит, я замуж выйду? Я говорю, нет. Она говорит, ну вы всем говорите на лекциях, я уже пять лет лекции слушаю, что выйдешь? Я говорю, а тебе говорят, что нет. Она говорит, а почему? Я говорю, одного бросила жестоко, второго бросила жестоко. Да, говорит, улыбается. Когда мы что-то делаем, нам всегда приятно. Я говорю, ну Бога, он что говорит, у него что, мужики чужие что ли? Ему жалко мужичков для вас, говорю, не даст. И она тогда начала думать головой. Потому что нужно раскаиваться, нужно понять, что что-то не то. Потому что всегда женщина в отношениях отставит свои права. Но она не знает, что мужские права в отношениях и женские, они несимметричные. Как, допустим, женщина говорит, ты что, не понимаешь, что надо нежнее себя вести? Он не понимает. Мужчина говорит, ты не понимаешь, что мне надо уважать меня, мое мнение? Я мужчина. Она не понимает. И вот эта вот возможность понять, она вырабатывается не с помощью того, чтобы доказывать, что мне надо в отношении. А с помощью того, чтобы понять, что надо близкому человеку. А это через себя перешагивать, это очень сложно, мои хорошие. Потому что он-то не хочет ничего понимать. Он для себя живет, и все под себя гребут личной жизнью. Это очень сильная зона сильного эгоизма личной жизни. Поэтому нужно развиваться, изучать, как правильно относиться к близкому человеку. И это непростая вещь. Потому что, с одной стороны, надо учиться делать так, как ему надо, а с другой стороны, не потерять себя тоже. И вот этот баланс между этими вещами, это непростая вещь. Нужно изучать, нужно работать над собой, тренироваться. Первая стадия изучения, это познание. Вот вы, допустим, пришли на лекцию, поняли, что надо пытаться сохранить отношения, а не думать, мы должны быть вместе или не должны. Вот. Здесь нет вариантов никаких. Вот. И когда мы пытаемся сохранить, потому что Бог вас держит, не вы. Бог тянет вас друг к другу, но судьба разлучает. И вы должны пытаться победить судьбу. Всегда судьба разлучает людей. А мы должны ее побеждать. Так мы развиваемся. Если бы не было судьбы, некому было бы нас развивать. И когда вы это поняли, дальше уже как? Как приблизиться друг к другу? Что делать? Это уже путь надо проходить. И есть преддействие в этом пути, есть действие. Преддействие начинается с вас. Вы говорите, как я его верну, он не хочет со мной жить. Я вам говорю, что сейчас не надо об этом думать. Надо посмотреть, что судьба разрушает у тебя внутри. Она дает тебе безысходность, длительное движение. Дает тебе непереносимость человека, неподвижное положение тела. Дает тебе чувство апатии, пост на воде. Надо убрать эти ощущения. И тогда у вас появится чувство, что мы сможем быть вместе. Появится чувство, что я его переношу. И у вас хорошее настроение, когда вы думаете о нем. Вот это преддействие значит закончено. То есть у вас в сердце спокойствие по поводу того, что мы сможем быть вместе. Первые 30% судьбы побеждено. Дальше после этого начинаются отношения, уже общение. Звоним, общаемся, пытаемся по-доброму вести себя с человеком. И смотрим на его свободу выбора. Потому что мы не можем поменять у человека свободу выбора. Он, допустим, не хочет вместе жить. Тогда ничего не сделаешь. Но это надо проверить. И вот сейчас на проверку что мы видим? То, что он не разводится. Значит, он хочет вместе? Или какая может быть причина, что он не разводится? Может быть, меркантильная какая-нибудь там боится дележки имущества? Да, у нас очень много. Это тоже может быть. Вот и разберитесь над этим вопросом. Если это меркантильная, значит, тогда надо все равно разобраться. Вы не разобрались еще. Вы не можете сейчас утверждать, хочет он с вами быть или нет. Может быть, он не может просто. И поэтому он сделал такой вывод. Вот и странная ситуация. Вы рядом сидите и отвернулись друг от друга. Олег Геннадьевич вас поворачивает. Говорит, ну повернитесь, пожалуйста. Кому это надо? Мне или вам, интересно? Кому надо, чтобы вы повернулись друг к другу? Я просто сейчас не понимаю, про что вы говорите. Я говорю о том, что повернуться к человеку надо, к близкому лицам. Вы отвернуты от него, и он от вас. Постепенно поймете, молитесь. Какого-то. Какого дальше? Нет. Ну, вы поедете. Так, сейчас тут настрою аппаратуру. Три года одиночества, потом опять тягомутина. Вот вы встречаете человека на той же фазе, на которой вы расстаетесь. То есть человек ни рыба, ни мясо и не знает, то ли надо ему с вами, то ли не надо. Вот что вы сейчас как себя ведете с человеком, так и будет он с вами другой, которого вы встретите себя вести. То есть ничего новенького в жизни вы не получите. Просто вы станете мудрее и будете ценить людей больше. И поэтому нет выбора. То есть не хочет человек с вами жить, ничего страшного. Вы старайтесь, молитесь, побеждайте судьбу, преодолевайте. Если пройдет какое-то время и вы сильно старались и ничего не получилось, у вас успокоится все в сердце. Вы поймете, что все закончено. Господь вам скажет все. И дальше тут же даст следующий экземпляр. Понятно? Вот это путь правильный, в который человек должен идти. А сомнение это неправильный путь. Сомнение, нежелание вместе быть это неправильный путь. Он всегда наказуем в жизни. Но вы можете проверить. Я вот 35 лет лекции читаю. Я знаю законы Бога. Изучал их серьезно. И знаю, что дальше будет с вами. Мне Бог показывает судьбы людей. Я вижу, что дальше будет. Вот так, так. Вы сейчас на перепутии стоите. У вас или так пойдет жизнь, или вот так. Все зависит от настроения, в котором вы находитесь. Настроение неправильное, значит все будет неправильно. А вам надо изучать, как правильно лечиться. Что просто в спортзал ходить не вариант. Болезнь находится на четвертом психическом слое. Вы в спортзале занимаетесь. Ну сколько вы там занимаетесь? 40 минут непрерывно. Вы все, уже никакая. А чтобы дойти до четвертого психического слоя, надо 3 часа 20 минут идти непрерывно. Чтобы просто дойти до туда, где у вас болезнь находится. Чтобы начать ее лечить. И поститься двое суток надо, чтобы с абсцессом с этим разобраться. Но к этому надо идти. Вы не сможете сразу поститься двое суток. Вы максимум... 24 часа это максимум для вас. Даже и то не сможете сейчас. Даже так. Понимаете? Но если вы пойдете в эту сторону, то пройдет полгода, и вы уже все это сможете делать. И тогда начнется лечение только после этого. А то сходил и там растяжки поделал. Доктор в реанимацию пришел. Говорит, сколько у Ивана Петровича температура? Медестра говорит, посмотри на термометр на стене. И узнаешь. Он говорит, ну тогда при парочке, при парочке ему. Прописываю. Мертвому при парочке не нужны уже. Все. Понятно? Хорошо. Так, сегодняшняя тема у нас. Что делать, когда пришла тяжелая судьба? Интересная тема? Очень. Давайте сначала поговорим о судьбе. Потому что люди не знают, что это такое большинство. Вот когда я живу нормально все в жизни. Вот я живу просто нормально, все более-менее нормально. Это судьба или не судьба? Это судьба. Это судьба, но она нас не интересует, такая судьба. Что когда все нормально, тебя что это интересует? Нет. Нет. Вот вас море интересует? Нет. Потому что оно есть. Вот оно. Рядом. А люди едут, а люди едут из Сибири, понимаете? А люди едут. Что это интересует? Ему все равно. Он живет и живет себе. На лекции чего ходить? Не будем ли мы на каком-то эти нас и здесь неплохо кормят? Кот, помните, в мультипе такой толстый, большой, ножки вот такие? У него все нормально. Какое таитит. А попугай вылетел из окна. Вот блин, это как классно. Вот эти вот мультипликаторы вообще, они настолько глубоко понимают тему вообще. Я не знаю, откуда он в Советском Союзе понял, когда писал этот сюжет, что попугаи вылетают из окна. Вот я когда в Израиле был, у меня была такая ситуация, что соседка сверху такая стучится, глаза квадратные. Я говорю, что случилось? Она говорит, геша, геша. Я говорю, какой геша? У меня, говорит, попугай вылетел. И я слышу, он что-то орет где-то там. Она ищет его. На балкон там прибежала. Нет попугая. Он где-то орет, а где непонятно. Ну, короче, бегала-бегала. Что-то заглохло. Тишина. Ну, мы с женой пошли купаться на море. Выходим на улицу. Сидит красивая птица такая. Вообще и зеленый, и красный у него такие переливаются. Вся очень красивый попугай. И две кошки по бокам. С обоих сторон, короче. Ну, думать, с какой стороны уже начать есть. Ну, я кошек отогнал попугая в целлофановый пакет. Его пытаюсь взять, а он кусать меня пытается. Ну, я его раз в пакет целлофановый. И к этой, наверх поднял к этой соседке сверху. Звоню, дома нет. Домой принес. Ну, там воздуха у него хватало, но у него стресс. Вот. И мы его положили на кровать. И он лежит вообще без жизни вот такой. Без признаков жизни лежит такой. Потом мне ветеринары сказали, что у птиц часто разрыв сердца. Они просто погибают. Вот так вот. Ну, видно, он был при смерти. Ну, мы включили голос святого человека. Дом, ну, пусть хоть по благо какой-то получит. До тела оставляет. Вы, короче, отошли чуть-чуть. Он как только начал голос, как молитву он услышал только. Он раз такой. Сначала раз. И лежит такой. Слушает. Потом глаза такой открывает. Слушает. Потом сел и слушает. И потом начал повторять. И так мы его оставили. Он там несколько часов сидел. И слушал голос святого человека. Потому что безвыходная ситуация. Он в стрессе. На своем языке. А? На своем языке. Нет. Просто молитва. Там, аллилуйя. Там, это молитва. Ну, на языке молитвы. Вот. И он сидит, что-то губнит. Но свое, что-то там. Вот. И пока хозяйка не пришла. Вот мы его так держали там. Он в этой комнате сидел. И молитва его спасла. Это судьба, понимаете. Жестокая судьба пришла. И только молитва помогает. И Геша получил духовное благо. Понимаете. Он соприкоснулся со святым человеком. Благодаря тому, что он вылетел из форточки. Но после этого он больше уже из форточки не хотел вылетать. Потому, что нафиг нам нужна такая судьба. Ну, как в мультике вот это. Блудный попугай. Улетел. А назад не знает дорогу. Вот так вот. Судьба это сила, которая приходит неожиданно в жизнь. Ну, то есть судьба она всегда действует. Но нас интересует только тяжелая судьба. Нас не интересует обычная судьба. Ну, живем мы живем. Чего ей интересоваться? Кто из вас интересовался на лекции бы пошел, если бы все нормально было? Итак, тяжелая судьба бывает трех видов. И на каждый вид тяжелой судьбы свои действия надо совершать. Они абсолютно разные. Если ты не понял, что у тебя за судьба, то твои проблемы. Первая называется тяжелая судьба. Вторая жесткая судьба. А третья жестокая. Я просто термины взял сам, для того, чтобы вам понятнее было. Тяжелая судьба, это когда в целом ничего не разваливается. Вот, допустим, если взять по отношениям, люди могут общаться вместе, жить рядом. Но им тяжело как-то. Тяжело. Не как раньше. Это тяжелая судьба. И когда вот тяжелая судьба приходит, правило действий такое. Терпеть, прощать, любить, заботиться. Вкладываться друг в друга. И побеждать судьбу с помощью здорового образа жизни и правильного отношения к людям. Все. И все наладится. Теперь следующий вариант. Жесткая судьба. Жесткая судьба, это уже не тяжелое. Это уже правила другие. Потому что ты пытаешься поговорить с человеком. И заканчивается всегда скандалом. У тебя собственной силы нет с человеком наладить отношения. Это значит, нужен старший, который вас соединит. Это в лучшем случае. Если жесткая судьба, может человек соединить, которым два человека верят, могут соединить. Может лекции оба слушают, соединить. А если этого нет, то надо... Как побеждать жесткую судьбу? Нужно отодвигаться друг от друга. Потому что если здесь эффект пружины. Если друг другу лезем, то дальше что произойдет? Навсегда. Пружина. Мы лезем все равно. Нам пофигу. Жесткая судьба пофигу. Мы лезем выяснять отношения. Мы сейчас разберемся во всем. Каждый раз ругаемся. Результат. Разошлись, как море кораблей. Почему? Потому что сильно напрягли пружину. Я в Тольятти в детстве жил. И маленьким был, когда не соображал ничего. И там резинки такие. Ими прокладывают между плитами. Такие резинки. Длинные. Вот. И мы взяли. Нам было 6 лет. Мозгов не было. Или 7. Что-то такое. И начали растягивать. Я с одной стороны тяну, а он с другой. А я ходил на самбо. У меня была хватка сильнее. Ну и резинка поэтому прилетела мне в живот. Не ему. То есть она. Мне по животу. И после этого я понял, что резинку растягивать не надо. Вот точно так же не надо сжимать пружину. Понятно? Будет такой же результат точно. Вот. Поэтому. Если вы ругаетесь. Ждите. Любая судьба действует временно. Нужно чуть-чуть подальше друг от друга. Не выяснять отношения, когда жесткая судьба. Молиться. Ну делать все правила, которые я объясню на лекциях. Как побеждать судьбу. Ее можно побеждать оказывается. Некоторые думают, что если судьба, можно только свечки ставить. Молебны заказывать. Или бабкам-гадалкам ходить. Вот это все известные современному обществу правила победы над судьбой. Больше никаких правил нет. Знания как бы этим ограничиваются. Понимаете? А оказывается, есть реальные рычаги влияния на судьбу. И надо знать, как это делать. Итак, жесткая судьба. Правило такое. Не выясняем отношения. А тяжело. Хочется как бы доказать человеку, что он... Как человек может победить судьбу? Он может победить судьбу только в том случае, если он понимает, что это судьба действует. Вот допустим, если таракан не понимает, что нога действует, он ее не победит. Надо понимать, с кем он имеет дело. Кто отпинывает крошку? То есть таракан бегает за крошкой, а ее пинают. Он не понимает, что это осознанный объект НЛО. Осознанный объект не дает тебе за крошку схватить. Точно так же судьба это осознанный объект. А мы тараканы в отношениях с ней. Мы не понимаем, что она реальная, действует. И когда мы начинаем думать, что это он виноват, то есть мы начинаем стрелки переводить на человека. Хотя судьба, она знаете, как делает? Она тебе пальцем на него показывает, а ему на тебя. А она между вами находит судьба. Она в промежутке. И если ты не понял, кто действует, тогда ты проиграл. Потому что не надо пытаться что-то доказать человеку, когда действует жесткая судьба. Если ты будешь к нему лезть, не пей водицу. Помрешь. Козленочком станешь. То есть козлом. Или козлом отпущения, точнее. Поэтому не лезь. Почему не лезь? Потому что судьба. А что дальше? А дальше она заканчивается, жесткая судьба, и уже можно будет общаться. Ты увидишь, что легче стало говорить. Человек начал понимать, слышать. И жестокая судьба еще есть. Жестокая судьба, это не жесткая судьба. И не тяжелая. Другая схема поведения. Вот когда, допустим, действует тяжелая судьба, мы сохраняем отношения, сохраняем семью. Лезем друг к другу, общаемся, терпим, прощаем, любим. Когда жесткая судьба действует, мы уже в разных комнатах находимся, желаем на расстоянии друг к другу счастья, совершаем служение, заботимся друг о друге, но не выясняем отношения. Все, нельзя. Запрет на это. А когда жестокая судьба приходит, то она ломает людей. И когда приходит жестокая судьба, то не надо уже дальше пытаться спасать отношения. Надо спасать себя. Потому что когда человек во время жестокой судьбы пытается спасать отношения, он их все равно не спасет. Потому что жестокая судьба ломает личность. И если личность сломана, она ни с кем не сможет отношения выставить. Это невозможно. Человек, когда унизился, потерял себя, он никому не нужен. Он становится тряпкой. И жестокая судьба, она склоняет людей к нарушению заповедей. Она рвет мозги. Поэтому жестокая судьба что делает? Она делает так, что человек идет, изменяет. Он ворует, убивает, грабит. Дает ложные свидетельства, подстрекает, шантажирует. Ну то есть он совершает поступки, которые запрещены человеку. Почему вот заповеди Моисей там Иисус Христос дал? Зачем заповеди эти нужны? Ведь много всяких есть вещей, которые не надо делать. Но в заповеди не все написано. Написаны какие-то основные моменты. Но это не основные моменты. Это моменты самые главные. И суть их заключается в том, что если человек вот это именно делает, он сам себе помочь уже не сможет. Вот допустим, человек изменил жене, он не может взять и бросить это делать. Или человек своровал, он не может взять и бросить. Потому что, когда человек идет этим путем, то на него начинает действовать, какой бы период жизни у него не был, на него начинает действовать такая сила, которая уводит его из нормальной жизни. Ну то есть, допустим, извинил, дальше на тебя начинает влиять такая сила, что тебе хочется больше изменять. Ты начинаешь шифроваться уже, менять отношение к жизни, уже обманывать жене и так далее. Или своровал деньги, потом дальше больше хочется. И в какой-то момент уже со стороны человеку нужна помощь в виде наказания. Поэтому заповеди говорится, вот это вот не делай, снег в башка попадет, больно будет. Вот туда не ходи, сюда ходи. Понимаете, то есть, судьба показывает, вот сюда и люди удивляются, допустим. Галиф Геннадьевич, как так случилось? Вот был нормальный человек, любил детей, любил семью, работал. Сейчас связался вот с этой теткой, и как бы дети ему уже не нужны, семья не нужна, работа не нужна, ничего ему не надо. Он поменялся. Она что, его загимнетизировала, что ли, сглазила, испортила? Вот так люди думают, что этот человек виноват, они думают. И говорят, надо отворот делать. И идут бабки, бабками. Все, надо, ну стоит определенное количество денег, и она пошептала, и все, отворот произошел. А потом все равно отворот-поворот оказывается. Все равно ушел муж. Не получилось, у бабки, наверное, не хватило сил. Надо другую бабку найти, которая может круче пошептать. Это полный бред. Не женщина испортила человека, а поступок испортил. Женщина тут ни при чем. Человек попал под влияние вожделения. Вожделение это сила, которая затмевает разум. Человек ничего не соображает под влияние.